Март 1977 года. Два полностью загруженных огромных самолёта. Густой туман. Страшное столкновение. Самая страшная катастрофа в истории авиации. И тайна, которая поставит в тупик десятки авиаэкспертов со всего мира. Смотрите всё о катастрофе на острове Тенерифе в этом выпуске программы. Последний заход. Воскресенье 27 марта 1977 года. Канарские острова. Расположенные в 400 километрах от побережья Африки, дивные пляжи и курорт островов круглый год привлекают туристов. На основном острове Гран-Канария в аэропорту Лас-Пальмос обычный поток прибывающих и улетающих пассажиров. Но вдруг... Без какого-либо предупреждения в цветочном магазине аэропорта раздаётся мощный взрыв. Прибывшие на место происшествия следователи тут же закрывают весь аэропорт. В это время в Лас-Пальмос направляются десятки самолётов. Среди них КЛМ, рейс 48-50 голландских королевских авиалиний, который следовал из Амстердама, и рейс Панам 1736, вылетевший из Нью-Йорка шестью часами ранее. Оба самолёта широкофюзеляжные Боинги 747. У штурвала самолёта авиакомпании Панам, известного как Клиппер Виктор, опытный пилот Виктор Грабс, налетавший 21 тысячу часов. На борту его самолёта 396 пассажиров и экипаж. Самолётом КЛМ, который имел позывной Рейн, управляет первый пилот Джейкоб Ван Зантен, один из самых опытных и уважаемых пилотов авиакомпании. На борту его самолёта 248 человек. Клиппер Виктор и Рейн, как и другие самолёты, были перенаправлены в небольшой аэропорт острова Тенерифе, в 80 километрах к северо-западу от Гран-Канария. Аэропорт в Тенерифе расположен на Плоскогорье. Там есть только одна взлётно-посадочная полоса и нет наземной радиолокационной станции. Поскольку он расположен высоко над уровнем моря, низкие облачные массы часто образуют густой туман, который окутывает лётное поле. Погода на Тенерифе может измениться в мгновение ока. Внезапно может начаться проливной дождь. Пока перенаправленные самолёты начинают приземляться, специалисты в Лас-Пальмос выясняют, что взорвалась бомба, которую заложила радикальная террористическая группировка, борющаяся за независимость. Аэропорт в ближайшее время будет снова открыт. Между тем самолёты Панам и КЛМ уже находились в Тенерифе и ожидали разрешения на взлёт. Тем временем туман сгущается и видимость резко падает. Перенаправленные в Лас-Пальмос самолёты уже плотно стояли на парковочных площадках и рулёжных дорожках, используя по максимуму и так ограниченные возможности аэропорта. Примерно в 16.45 Лас-Пальмос вновь открывается и самолёты начинают вылетать из Тенерифе. Вскоре настала очередь Рейна. Поскольку единственная рулёжная дорожка была заполнена ожидающими самолётами, диспетчер дал указание командиру экипажа Ван Зантену выруливать на взлётно-посадочной полосе. Но из-за густого тумана диспетчер не смог проследить за самолётом, а башня находилась вне поля зрения пилотов. КЛМ-4805, сколько рулёжных дорожек вы прошли? Кажется, только что прошли четвёртую. Хорошо, в конце полосы сделайте разворот на 180 градусов и доложите о готовности диспетчеру. Вас понял. Пять часов вечера. В кабине Рейна командир Ван Зантен и его экипаж завершили подготовку к взлёту. КЛМ-4805 готов к взлёту. Ждём разрешение. КЛМ-4705, вам разрешено на знак Папа. Поднимайтесь и держите эшелон 9-0. После взлёта поверните направо и следуйте курсом 0-4-0 до выхода на радиал 3-2-5 от Вор, Лас-Пальмос. Вас понял, сэр. Двигаемся на Папа. Эшелон 9-0, правый поворот 0-4-0 до захвата 3-2-5. Мы на взлёте. Спустя мгновение Ван Зантен начинает взлёт и Рейн начинает мчаться по взлётной полосе длиной в 3300 метров. Внезапно в густом тумане появляется Клиппер Пан-Ам прямо у них на пути. Ван Зантен со всей силой потянул на штурвал, пытаясь как можно быстрее поднять машину в воздух. В это время экипаж Клиппер Виктора замечает мчащийся прямо на них самолёт. Вот он, посмотрите, он идёт прямо на нас. Уходим отсюда. Первый пилот Граб с всеми силами пытается свернуть со взлётно-посадочной полосы. Уходи в сторону, уходи! Но уже слишком поздно. Проклятие! Как могли два столь современных самолёта, управляемые опытнейшими пилотами, одновременно оказаться на одной полосе? Эта тайна задачи исследователей со всего мира. Спустя несколько мгновений после столкновения на взлётно-посадочной полосе в Тенерифе двух широкофюзеляжных самолётов «Боинг-747», бригада спасателей прибывает на место происшествия. Среди очевидцев местный репортер Густаво Аруас. Было около пяти часов вечера. Я обедал вместе с группой журналистов. Кто-то позвонил и сообщил о катастрофе. Сперва я подумал, что это шутка. Но, посмотрев в окно, увидел поднимающийся столб дыма. Мануэль Фандино тоже находился там в тот день. Мы услышали шум и увидели дым. Я схватил свой фотоаппарат и запрыгнул на чей-то мотоцикл. Мы поднялись на близлежащий холм и стали фотографировать. Но затем я спустился вниз, чтобы помочь спасти людей. Местный журналист Энрике Рей Питти никогда не забудет ту страшную картину. Это было ужасно, словно сцена из ада, Данте. Повсюду были разбросаны обувь, чемоданы, двигатель здесь, обломок фюзеляжа там. В воздухе стоял смрад. Невероятно, но среди пылающих обломков были живые люди. И только потому, что столкновение произошло именно так. Когда пилоты Панам увидели стремительно надвигающийся самолет, они отчаянно попытались свернуть с полосы. Пилот КЛМ Джейкоб Ван Зантен попытался взлететь, но не успел поднять машину в воздух. Когда Клиппер Виктор уклонялся влево, самолет КЛМ врезался в верхнюю часть фюзеляжа Панам, сорвав верхнюю часть, в результате чего в салоне первого класса вспыхнул огонь. Через 450 метров самолет КЛМ рухнул и взорвался. Первый пилот Ван Зантен, член экипажа и пассажиры, все 248 человек, погибли. В кабине экипажа Панам первый пилот Виктор Грабс протянул руку вверх за рукояткой противопожарной системы, но там ничего не было. Верхнюю часть самолета словно срезала ножом. Членам экипажа посчастливилось, в живых остался всего 61 человек. Но погибли 583. Катастрофа в Тенерифе до сих пор остается самой страшной в истории авиации. Почему это случилось? Сразу после катастрофы начали раздаваться телефонные звонки в штаб-квартире Панам в Нью-Йорке и в главном здании КЛМ в Нидерландах, в Национальном комитете по безопасности на транспорте в Вашингтоне и в Испании, в отделах новостей по всему миру. Из-за небывалого масштаба произошедшего эта новость занимает первые страницы всех мировых изданий. Специалистам приходится устанавливать причину катастрофы под небывалым давлением. Одним из первых, кто почувствовал это давление, голландский следователь Бруно Кларе. Даже на столь раннем этапе, казалось, у каждого есть своя теория. Чего нет ни у кого, так это реального объяснения. Два 747-х Боинга сталкиваются, и до меня доходили разные слухи о произошедшем. Говорили, что один самолет приземлился на другой. Я не мог в это поверить. В уме прокручиваются все возможные варианты. Что могло случиться? Что там происходило? Кларе и его команда немедленно садятся на свободный 747-й в аэропорту Шипхол вблизи Амстердама. Спустя 4,5 часа они прибывают в Лас-Пальмас. Но им еще предстояло добраться до Тенерифе. Это было ужасно. Они арендовали какой-то старый вертолет, а я их не переношу. Видимость была низкой. Но некоторые участки были освещены, и было видно, как люди извлекали тела из-под обломков. Это первое, что я увидел. Жуткое зрелище. Это очень красивый. Происходящие и другие работы следователи тут же принялись за дело. Первым делом надо было найти черные ящики обоих самолетов. Рассчитанные выдерживать сильные удары даже при столкновениях такого масштаба, черные ящики могли многое поведать о том, что происходило в кабинах пилотов обоих самолетов в критический момент перед столкновением. На каждом самолете по два черных ящика. Бортовой самописец фиксирует входные сигналы управления и технические параметры полета. Речевой самописец записывает все звуки в кабине пилотов. Джим Кэш, аудиолог Комитета по безопасности на транспорте. Обычно на речевом самописце есть запись переговоров между пилотами. Можно узнать, как они управляют самолетом. Иногда мы также изучаем фоновые звуки, которые улавливает микрофон, установленные в самой кабине. Разыскивая черные ящики, эксперты обнаруживают нечто неожиданное. На полосе был виден след заноса. Такого не должно быть. Может ли быть, что по этой причине самолет КЛМ не смог полностью взлететь перед столкновением? Дик Родригес, следователь Национального комитета, поясняет. При попытке взлететь от земли, оторвалось лишь переднее шасси. Их хвостовая часть коснулась земли, и так он протащился около 60 метров. Очевидно, когда первый пилот Ван Зантен инстинктивно потянул штурвал, увидев самолет по нам, его машина сильно отклонилась назад. Скользящий по полосе хвост только замедлил ход, и взлет был невозможен. Но эксперты вскоре определяют, что КЛМ в любом случае не избежал бы столкновения с Клиппер-Виктором. На взлет не хватило бы ни времени, ни доступной длины полосы. Таким образом, причина катастрофы остается неясна. В это время следователи начинают опрос диспетчеров, работавших в тот день на вышке. Они также опрашивают выживших членов экипажа по нам. Но без черных ящиков показания нельзя считать достоверными. Наконец, черные ящики найдены. Бруно Клара летит вместе с группой специалистов Национального комитета обратно в Вашингтон, где они сразу же приступают к работе. В суперсовременных лабораториях они пытаются воссоздать ход событий, используя данные бортового и речевого самописцев. Недели досконального анализа приведут к выявлению истинных причин катастрофы. Эти открытия серьезно повлияют на всю авиацию и навсегда изменят всю систему авиаперелетов. При расследовании столкновения двух широкофюзеляжных самолетов в Тенерифе эксперты узнают, что оба воздушных судна должны были находиться на одной полосе. Это стало результатом невероятной перегрузки аэропорта на Тенерифе. В момент столкновения на единственной рулежной дорожке было полно других самолетов. Пилотам КЛМ пришлось рулить до конца взлетно-посадочной полосы. Там они должны были развернуться, а потом по той же полосе и взлетать. Пока они разворачивались, Панам дали разрешение на выруливание на одну из боковых дорожек. Затем ему было предписано движение по рулежной дорожке к началу взлетно-посадочной полосы. Самолет Панам Клиппер Виктор следовал прямо за ним, а КЛМ Рейн достиг конца полосы и начал разворот на 180 градусов. «Нам дана инструкция тоже выруливать на полосу, правильно?» «Подтверждаю. Выруливайте на полосу и съезжайте на третью дорожку слева от вас». Но пилот Клиппер Виктор выбрал четвертую дорожку, а не третью. В чем причина? На третьем угол поворота был слишком острым для столь массивного самолета. Пилоту было указано свернуть со взлетно-посадочной полосы на третью дорожку. Это было не лучшее решение. Большому Боингу 747 гораздо легче было свернуть на следующий. Всевременем Ван Зантен, командир КЛМ, совершил разворот в конце полосы и был готов к взлету. КЛМ-4805 готов ко взлету. Ждем разрешения диспетчера. КЛМ-8705, вам разрешено движение на знак ПАПА. Поднимайтесь и держите эшелон 9-0. Диспетчер просто давал пилоту указания, но по неизвестной причине пилот воспринял эту информацию как разрешение на взлет. А решение пилота по нам выбрать четвертую дорожку вместо третьей создало вероятную роковую ситуацию. ПАН-АМ еще не добрался до съезда, когда КЛМ дали разрешение на взлет. Из-за густого тумана и отсутствия наземной радиолокационной станции, никто не мог увидеть создавшуюся ситуацию или каким-либо образом повлиять на ход событий. Мы на взлете. Однако не все в кабине пилота рейса КЛМ уверены в том, что ПАН-АМ свернул с полосы. Последовал вопрос буртмеханика. Он освободил полосу? Слышен вызов в ПАН-АМ. Мы все еще на взлетно-посадочной полосе. Почему голландцы начали взлет? Вот что было на самописце КЛМ. Хорошо. Последовали две секунды тишины, а затем начались помехи. К несчастью, из-за перебоев радиопередачи командир экипажа Ван Зантен так и не услышал ни предупреждения ПАН-АМ о том, что они все еще находятся на ВПП, ни указания диспетчера выждать разрешение на взлет. Радиосообщение между вышкой и обоими самолетами было прервано помехами, и экипаж КЛМ не понял предупреждения. Конечно, прослушав фрагмент записи 150 раз среди помех, можно расслышать фразу «пока не взлетать». Вначале никто не обратил на это внимания. Но после многократного прослушивания, зная, что именно должно прозвучать, с большим трудом удается расслышать эту фразу. Пилот не ответил и продолжал разгон. Вот он, посмотрите, он идет прямо на нас. Уходим отсюда. Уходи в сторону, уходи с полосы. Гибель 583-х человек в тот мартовский вечер 1977-го года стало результатом сочетания нескольких факторов. Одним из самых главных было простое недопонимание. Английский является общепринятым языком общения в мировой авиации. Но в ситуации, при которой и диспетчер, и пилот пытаются говорить не на родном языке, подобное недопонимание всегда возможно. Сильный акцент некоторых говорящих лишь увеличивает возможность недоразумения. Взлет разрешен. Когда они сообщили, что готовы ко взлету, им ответили «хорошо». Далее следует пауза и «ждите разрешения на взлет». Хочу подчеркнуть тот факт, что и экипаж КЛМ, и диспетчер пытались объясняться на неродном языке. Сыграла свою роль и неоднозначная терминология. В одном случае мы не смогли прийти к общему мнению. Некоторые исследователи утверждают, что Ван Зантен сказал «мы на взлете», другие уверены, что «мы взлетаем». Нам так и не удалось прийти к единому мнению по поводу его слов. Плохие погодные условия, низкая видимость, переполненный аэродром, отсутствие должных приборов, неоднозначная терминология и взаимное недопонимание – все это вместе привело к тому, что опытные проверенные пилоты совершили роковые ошибки. Но эта катастрофа привела к внесению конструктивных улучшений. Одним из важнейших стало внедрение простой и четкой терминологии для всех летчиков в мире. Голландский следователь Хэнк Воленсвинкель поясняет. Раньше при готовности ко взлету говорили «мы готовы к взлету». Теперь же, когда самолет освобождает взлетно-посадочную полосу, говорят «полоса свободна». И при готовности к взлету «мы готовы к отправке». Даже если у говорящего сильный акцент отличить фразы «полоса свободна» и «мы готовы к отправке» не должно составить труда. В дополнение к этому, между передачами разрешения на полет по воздушной трассе теперь соблюдаются четкие временные интервалы. Пилотам будет сообщаться маршрут полета и разрешение на взлет, который однозначно дает сигнал к началу разгона. Крупные американские аэропорты уже ввели в эксплуатацию специальные радары, способные считывать информацию сквозь такой же густой туман, который был тогда в Тенерифе. В будущем нас ждут новые усовершенствования. Бывший следователь Национального комитета по безопасности на транспорте Дэвид Келли немного расскажет об этом. НАСА проводило исследования новой системы, и я полетал на их экспериментальном самолете. Система основана на GPS, который отслеживает все самолеты на территории аэропорта, и технологии автоматического зависимого наблюдения, через которую все летательные аппараты, находящиеся поблизости и оснащенные этой системой, могут сообщить свои координаты, направления, ускорения и прочие данные. Система GPS сейчас установлена во многих автомобилях, а уроки, извлеченные из катастрофы на Тенерифе, кажутся элементарными. Но порой именно такие незначительные нововведения отделяют успешный взлет от катастрофы. И хотя эти уроки были получены невероятно горьким опытом, они привели к изменениям, которые сократили возможность повторения подобной катастрофы до минимума. Продолжение следует...